способ номер два чтобы не ловить перегрев бензонасоса надо от него избавиться но без него как ни странно машинка ехать не хочет поэтому нужна ему замена электро бензонасос низкого давления высокого на карбуратор низа ставится он не тяжело не просто что касается подключения там уже по известной нам схеме 4 контактного реле видео уже есть ранее где выключателем насоса и его включателем будет зажигание замок при повороте ключа насосик начинает маслать то есть когда мы червыкаем стартером карбик уже наполнен и готов к работе чтобы карб не заливала и на насос была меньшая нагрузка нужно проложить обратную магистраль для топлива шланг между насосом и карбюратором вставляем тройник и от него кидаем шланг его пускаем на магистраль допустим от вас 2108 ее же мы крепим по днищу вдоль машины в задней части магистраль опять-таки продляем шлангом который соединяем с баком с помощью штуцера засверливаем бак и вкручиваем пыптык зачем это надо насос работает на одних оборотах а потребление топлива на холостых и в режиме газа естественно разные поэтому насос сразу дает необходимое нам количество которого для холостых много нам надо сбрасывать лишнее в бак не забываем про фильтрики можно поставить 21 до 2 после насос какой срок работы такого насоса сказать сложно на первой тачке на которой я его установил он фурычит уже где 10 без проблем приятным моментом в данной доработке является то что родненький наш насос остается в рабочем состоянии и при выходе из строя электро бензонасоса мы можем перекинуть шланги и поехать себе дальше ровных дорог а